Всем привет! Сегодня расскажу, как изменить анимацию переключения экрана между экранами. Вот видите, у меня вот так вот переходят, вот такие переходы. Сейчас расскажу, как сделать переходы. Зажимаем кнопку, просто на экран пальцем давим. Далее, друзья, заходим в настройки и далее эффект смены экранов. Выбираем эффект смены экранов. Здесь у нас слайд, наложение. Вот, допустим, мельница. Видите, сразу же там 19. Наложение. Потом есть книга. Вот так выглядит книга. Вот, и если мы дальше еще посмотрим, есть каскад, вращение и куб. Ну, куб мне не особо нравится. Ну, вот, допустим, каскад, что ли. Блин, да давайте каскад. Вот, давайте каскад попробуем. И вот так вот, видите, теперь у нас, по-моему, забавно, друзья. Ну, согласитесь, по-моему, очень даже неплохо. Ну, и давайте, конечно же, сейчас все проверим сразу же. Так, заходим еще раз настройки смены экрана. Да. И давайте мельница. Вот, мельница. Ну-ка, готово. Окей, поехали. Не, ну, мельница, на мой взгляд, как-то, знаете, ну, может кому-то и понравится, кстати, да. Может кому-то и понравится, что-то есть такое. Слишком она самая динамичная, как бы так. Так, ну, давайте еще посмотрим основные. Так, настройки, смена экрана. Наложение, я вообще даже не заметил разницу между предыдущим. Вот, наложение. Просто, знаете, такое ощущение, как будто они, раньше они, как будто, значит, когда перелистываешь, какие-то значки становятся прозрачными, да. Ну, как-то вообще незаметно. Ну, и последнее, точнее, не последнее, а еще посмотрим, какие-то мельницы смотрели. Книгу, давайте книгу посмотрим. Вот, кстати, может быть, кому-нибудь понравится и куб. Вот так, книга. О, книга тоже. О, вот книга, мне кажется, согласитесь, достаточно прикольно. Ну, и давайте еще посмотрим. Так, настройки, смена экрана. Книга, каскад. Каскад мы смотрели. Вращение смотрели. Ну, и давайте куб напоследок. Галочка, куб. Так, давай. И вот так. Ну, мне не особо понравился куб. Потому что видно со стороны, знаете, так видно, что, значит, сами подсознательно не очень круто, когда вы видите, что ярлыки, они не имеют никакого объема. И они как бы вообще, это как бы не очень. Ну, а, друзья, надеюсь, вам видео было полезно. А ссылок никаких тут не надо в описании. Так что всего доброго. Всем пока. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok